Всем привет! Ольга, здравствуйте! Я думала, где же я все-таки сниму начало нашей истории или финал, завершение нашей истории. И я снимаю это видео в очень красивом месте под названием «Усадьба Архангельская». Я сегодня ехала сюда на велосипеде, навигатор показывал, как обычно, 3 часа, но я ехала 6 часов, и я сейчас здесь, и рассказываю сегодня нашу с вами замечательную историю. Друзья мои, дело в том, что со мной случился очень интересный случай в моей жизни. Настолько мощный, я думаю, что у меня такого больше не повторится. Почему? Потому что два человека очень сильно ненавидели друг друга. Очень. Давайте начну с того, с чего началась наша история. Началась она с 24 февраля 2022 года, когда у нас началась эта спецоперация. Мой друг написал статью, он кандидат в философских наук, и он поразмышлял, что же в итоге будет. Я выложила эту статью на своем канале Яндекс.Дзен, вы можете также ее прочитать. Под этим видео будут все ссылки, вы все можете прочитать. Про нашу эту интересную историю с Ольгой. То есть, я против того, что сейчас происходит на Украине. Ольга же, в свою очередь, начала защищать нашу страну, ее действия, как могла. И вот, внимание, что же Ольга в итоге мне написала, и что же я ей ответила. Комментарий Ольги. Уберите бандеровскую провокацию из вашего блога. В противном случае я постараюсь, чтобы вас с вашим мутным болотом выкинули из соцсетей надолго. Мой комментарий Ольге. Ольга, и вправду говорят, весной происходит обострение психически нездоровых людей. То есть, теперь вам стало понятно, какова сила была этого негатива. Причем она мне стала писать под всеми моими постами, я, соответственно, ей отвечать. У нас, в общем, началась война в интернете. Реальная, настоящая война в интернете только. Но однажды я выложила статью про внучку Суворова, которая пешком дошла до Иерусалима и обратно, и прожила 146 лет. И также выложила фотографию памятника, где написано, что человек действительно прожил 146 лет. И здесь произошел такой интересный момент, что Ольга попросила меня, если у меня будет такая возможность, найти в Москве могилу дорогого ей человека, Надежды Надеждиной детского писателя. Я же такой человек, мне хлебом не корми, дай что-нибудь поисследовать, где-то попутешествовать. Конечно, я согласилась, и после этого мы перешли в немножко другую форму общения. Ольга, соответственно, стала писать положительный в мой адрес, даже где-то меня начала защищать перед другими комментаторами. И я быстренько пошла в интернет, нашла, где находится могила этой детской писательницы, и съездила. А вот далее как раз будет видео о том, что же я там увидела, что обнаружила, где место захоронения этой детской писательницы. Это вообще удивительный случай, друзья мои. Если вкратце, то вот эта детская писательница соединена со мной аж век получается. Дело в том, что я очень удивилась, когда прочитала, что Надежда написала рассказ «Партизанка Лара». Я была просто в шоке. Вы представляете, с каким человеком я познакомилась в итоге? Для меня это был действительно шок. А для Ольги это тоже дорогой человек. Почему? Потому что Надежда с ее бабушкой были в ГУЛАГе. Они очень долгое время находились в ГУЛАГе, они прошли через него и затем дружили, несмотря на то, что они жили далеко друг от друга. Они поддерживали отношения. И Надежда, в свою очередь, когда-то давно Ольге выслала 30 рублей в 1976 году на выпускное платье. Теперь мы с Ольгой дружим. Мы переписываемся в мессенджере. Вот как-то так. Это даже удивительно. У меня никогда такого не бывало, чтобы с негатива перейти на человеческое общение и стать хорошими соседями, скажем так. Друзья мои, если у вас тоже есть какая-то вот такая вот история, когда вы, так сказать, чуть ли не били друг другу лицо, и потом в итоге стали очень хорошими друзьями, напишите это в комментариях, пожалуйста. Ну что ж, смотрим продолжение нашей истории. Точнее, как я съездила, мою поездку. Читайте об этом в моей статье на Яндекс.Дзене. Под этим видео есть ссылка на эту статью. И... Ну, будьте мудрыми, что ли. Ну, здесь, пожалуй, вот заслуга Ольги всё же, то, что мы развернули наше общение с негатива на позитив. Её мудрость. Я из-за этого очень благодарна. И вот из этого всего каламбура получилась вот такая вот интересная, на мой взгляд, история. И самое главное, пример того, что мы можем общаться положительно, несмотря даже на то, что кто-то за, а кто-то против. А если ваши родственники, ваши друзья кто-то против, а вы за, или наоборот, вы против, а не за, то можно просто не касаться этой темы. Договориться с друзьями, договориться с родственниками. Это всё пройдёт, а вы останетесь. Договориться не касаться этой темы. Вот. С вами была Лара Шум. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Потому что я лягушка-путешественница. Я люблю собирать интересные истории. Я актриса. Я... Да я просто классный, клёвый человек. Вот. Как-то так. Всё. Всем хорошего дня. Смотрим. Ольга. В общем, от главного входа вы идёте к стене. Идёте вдоль стены. Вот там, да. И вот у нас арка здесь. В эту арку вы входите. Это если вы вдруг приедете в Москву. Навестить своего любимого детского писателя. Вот сразу же второй участок. И вот первый ряд. Мы идём по первому ряду. Вот. И она похоронена рядом с мужем, со своим. Вот поэт Николай Дементьев. Вот видно его памятник. А вот, к сожалению, надгробие надежды, вот оно. Его не видно. Его поправлять надо. И, не знаю, честно сказать, тут разрешают. Вот видите, травы тут много. Не знаю, разрешают ли здесь траву убирать. Ну и памятник, соответственно, надо, конечно, его поставить. Я немного расскажу о вас надежде, хорошо, Ольга? Надежда. Ольга вас помнит, помнит те 30 рублей, которые вы ей подарили, переслали на выпускное платье в 1972 году. Она живёт сейчас во Владивостоке. У неё уже есть внуки. А на даче в этом году она посадила розы. Ну, думаю, более подробно она сама себе расскажет, потому что я мало знаю. Мы с ней совершенно недавно познакомились и подружились. Она попросила приехать к вам на могилку. Я приехала. Ольге это видео передам. А, Надежда, дорогая моя, я обязательно прочитаю вашу детскую книгу, которая называется «Партизанка Лара». Я не ожидала такого названия, потому что вот в душе-то я чувствую себя как раз партизанкой Ларой. С удовольствием прочту вашу книгу. Вот сейчас я вам покажу, как долго же прожила эта писательница с 1905 года по 1992 год. С вами была Лара Шум. Подписывайтесь на мой канал и расскажите об этом видео своим друзьям. Вдруг оно кому-то пригодится. Продолжение следует...